Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Я так и не понял, а зачем на этом стволе три планки Пикатинни? Думается мне, Капитан Очевидность, вначале они хотели создать что-то невероятное и по-своему даже прекрасное. Вроде вот такого, понимаешь. Прямо уровень, который ранее считался невидимым, недостижимым. Это же просто нечто, это какой выбор? Это супер тактикульные, блин, вот эти все способности, возможности. Поставить 10 модулей, использовать 10 прицелов одновременно, 5 ручек. Это супер-мега спецназ ОМОН СОБР Эдишн Пушка. Потом к ним пришёл куратор из финансового отдела и сказал. Ребята, я не понял, мы тут деньги тратим или зарабатываем? Ну, собственно говоря, пацаны все модули убрали, а вот планки забыли скрутить. Тем более, опять же, это требует денег. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рыкутагин, Капитан Очевидности. И, конечно же, долгожданное, очень прямо всеми, обновление ПТС Уарфейс. Наконец-то мы смогли попробовать пушку, которую все ждали с 2013 года. Это пистолет-пулемёт ПП-2011 Кедр Пара. Да, и занюхнуть его не менее великолепной газовой гранатой. Как говорится, любой каприз за ваши деньги, ребятки. Естественно, я рванул на ПТС исследовать, что там да как. И тут же Кедр у меня вызвал некоторые вопросы. Ну, не то чтобы как бы вопросы, но просто смотрится странно. На первый взгляд, всё разумно. Если посмотреть на оригинал данного пистолет-пулемёта, у него действительно есть сбоку планка Пикатинни, там такая прикрученная. Но тут есть нюанс, причём не один. На оригинальных фотографиях, которые можно найти про это оружие, она как бы там, ну, сбоку одна планка. Ладно, вопросов ноль. Ну, ладно, вторая есть планка, можно приспособить для того, чтобы прицел поставить, как у нашей вот этой пушки. Но дело в том, что тут планки три. И нет, это не шутка, их реально три. Их просто, сука, три. Не, может в каких-то версиях и в оригинале, сказать, в жизни там их три. Но дело в том, что в игре это смотрится убого, с одной стороны. С другой стороны, вообще-то у нас всего два модуля на ствол, которые к Пикатинни не имеют никакого отношения. Один всего лишь прицел, всего лишь один. И один приклад. То есть, две планки Пикатинни, которые вот возле ствола торчат, они вообще никак не задействованы. Они просто не используются в Warface совершенно. Вообще никаких вариантов. Если, опять же, уповать на какую-то реалистичность, то вообще-то, блин, эту планку можно просто отверткой открутить, да и всё. Ну, судя по всему, так, как я понял. Дипа нафиг они нужны, я вообще не понял. Но это вообще интересно, зачем, зачем это было, сука, сделано, я не понимаю. Это гениально, просто гениально. Уж вы знаете, до чего я в этом плане никогда не придирчив был в играх. Мне всегда казалось, что не имеет значения. То есть, есть действительно в жизни какой-то там реализм, есть игра. Не надо там из реализма ничего в игру переносить. Это не нужно. Игра должна оставаться игрой. Но две лишние планки Пикатинни, которые, сука, вообще просто не нужны. Это просто комедия. Это на стволе, где всего лишь, блин, один модуль в качестве прицела, один приклад и два модуля на ствол. Понимаете? Три планки Пикатинни. Гениально. По-любому, у пацанов вот такие, сука, там косяки классные. Ну ладно, пусть этот малыш не красавец, но выбивать-то его стоит. Нет, этот ствол выбивать точно не стоит. Я вам точно говорю, прям 100% в таком состоянии, в каком он находится сейчас, на ПТС, он никаких кредитов не стоит. Если вы какой-нибудь безумный там коллекционер, который любое говно подряд выбивает, хорошо, выбивайте. Как бы некуда девать деньги, ребята, ради бога. Кто же вам, как бы, запретит? Ну вообще, пушка, прямо скажем, оставляет желать лучшего. В одиночном варианте она не ваншотит хорошую броню в голову, да. Не ваншотит, сука. А по телу она пилит, ну тоже как-то, ну так, обычно. Если сравнивать с одиночной версией Береты с Таурусом, это просто кал. Типа, это вообще не надо. Это абсолютно бесполезная пушка. Никакого мода дополнительного, который повысит нам урон в голову, не существует. Его, в принципе, не существует. Там только есть мод на парные пушки и мод на увеличенный магазин. Всё. Также есть тело, конечности, ну вот эта вся лобуда, короче, стандартная. Одним словом, про хэдшот тут можно просто забыть. В чём логика, я не могу абсолютно понять. Мне кажется иногда, что Алодусы, они, знаете, они пытаются найти, вот нащупать какой-то идеальный баланс. Мы уже им говорили, ребят, не надо, хватит, хватит, я вас очень прошу. Не надо, достаточно, сука, вы уже преуспели во многих вопросах. Не надо копать глубже. Ну они ж понимаете, они же вот, это же Алодус, они вот сказали, сука, надо. Значит, надо, весь мир кричит и надо. А я буду, сука, и всё. В этом плане, они, ребят, настойчивые. Даже, знаете, в какой-то степени уважением к ним проникаюсь. Сука, проект вообще похоронят, но своего добьются. Какие-то выводы сделают, эксперимент будет завершён. Красавцы, пацаны. Ну а парная версия хоть нормальная? А парная версия тоже говнокая. Ну серьёзно, парная версия тоже ни о чём, блин. Ну ты берёшь её, стреляешь. Во-первых, она какая-то косая, серьёзно. Я не знаю, мне кажется или нет, но, по-моему, берета парная, да и коперы, ну, прилично интересней. Как-то кучнее бьют. И это учитывая то, что я всё как бы на кучность ещё поставил, типа там, чтобы покучнее было. Да ни хрена, она вообще так не работает ни разу. Одиночная версия уступает всем нормальным ппхам, парная версия уступает всем парным ппхам. Гениально. Не, я понимаю, некоторые скажут, типа, ну Рокутагин, ну чё ты, чё, каждая пушка должна быть им... Это знаете, многие заводят эту песню. Чё там, каждая пушка имбой должна быть, да? Типа, нафиг это надо? Да не вопрос. Вводите пушку, знаете, в какой-нибудь такой вот доступный метод получения. Там вообще за варбакса сто лет ничего не выпускали, понимаете там. Или там за спецуху какую-нибудь падает. Вопросов ноль. Да ещё сделайте в деталях, все моды у неё очень дешёвые, дешёвле, чем у других пушек. Ну, пусть будет тогда. Базару ноль, как бы, в таком виде имеет право на жизнь. Ну, это же очередной будет лутбокс за кредиты. Я вам точно говорю. Цена по деталям, ну, как всегда, блин, там, в десяточку влетит, скорее всего. Это же не ликвидное оружие, которое будет пылиться у многих на складе. И всё, оно просто будет. Оно просто, знаете, оно для галочки. Оно никуда. Какой-то там, понимаете, такой лопух выбьет такой. О, новая пушка, она, наверное, лучше, чем старая. Он там ютуберов не смотрит, там, друзей у него мало, он с ними не советуется. Ничего не знает, короче. Влетел просто, купил такой. Ах, сочно, сука. А просто волосился. Прокачал, детали потратил, кредиты потратил, бабки потратил. Короче, кредит взял, пошёл, соснул. Замечательно. И сравнивать её с топовыми пушками, типа Тауруса, береты. Ну, просто смысла нет, абсолютно. Это просто никакие ворота. Это тупта. Бесполезная. А бесполезная она потому, что оно мало того, что платное, так она ещё и дорогая по деталям. То есть, это просто работа, выполненная впустую. И уж это точно не контент для игроков. Это фигня. Ну, а как же новая граната газовая? Она хотя бы не подкачала? Газовая граната капитана Севидность тоже удивляет. Да, друзья, не поверите, газовая граната. Ну, как бы все думали, ну, газовая граната. Там в Counter-Strike подсмотрели. Дым кинул, короче, в огонь. Огонь потух, дым потух. Тут всё иначе, я вам скажу. Тут намного сочнее. У нас тоже газовая граната задумана молотов, типа, тушить. Нафига вообще всё это надо и что-то там тушить и т.д. и т.п. Не знаю, не знаю, не знаю. Это как бы, мне кажется, как бы, есть то, что не обязательно у кого-то копировать. Вот серьёзно. И так всё прекрасно работает. Ну, можно там молотов немножко, там, знаете, как-нибудь пробалансить, отбалансить. Сделать плюс-минус нормальным, там, с гранатой, чтобы был смысл то и другое применять. Ну, а вот опять же, Армешка, ну, мы обязательно что-нибудь введём. Вводят они эту газовую гранату. Вот, понимаете, газовая граната, это не совсем то, что они, по-моему, хотели сделать. Её главной особенностью является то, что, вообще-то, она тактическое снаряжение. Не боевое. То есть, если у вас есть молотов, у вас при этом может быть газовая граната. Газовая граната не особо летальный, скажем так, предмет. Коцает он не так сильно, как молотов или граната. Коцает он постепенно. Урон не особо высокий. Хотя, ну, можно и убить. Но это редкость, скорее, нежели, как бы, обычное явление. Но она не даёт противнику вашему, в которого вы там попали, там, нескольким противникам в этой области, не даёт бегать. Это первое. Только ходить. И нельзя стрелять в режиме прицеливания. То есть, он не включается. Стрелять можно только от бедра. Ну, и, конечно же, главная, наверное, фишка, которую все, как бы, вау-вау-вау, всё ждали-ждали-ждали. Типа, вот есть молотов, кидаешь туда газовую гранату, молотов тухнет. То есть, как бы, вот, я не знаю, зачем это людям надо, всё равно на практике, пока ты размокнёшься, пока кинешь, пока туда-сюда, да там уже молотов, по-моему, у него время-то выходит. Какой в этом смысл? Мне кажется, это вообще бесполезная фигня. Но, тем не менее, многим просто, наверное, была охота посмотреть, как оно работает на эту механику. Я вам скажу, есть один сюрприз интересный. Делаешь наоборот. Кидаешь ты эту гранату, попадаешь в противника, он не может быстро бегать. После этого, прямо туда, в дым вот в этот, в этот газ, ты кидаешь свой молотов. Понимаете, механика работает так, что и первое, и второе исчезает не моментально. Поэтому, вначале ты травишь противника газом, он не может бежать, потом в него попадает молотов, и он нахрен сгорает. Да. Сочно. И прочно, друг мой. Такого поворота, по-моему, вообще никто не ожидал. Но, вы знаете, работает порой прекрасно. Да, я понимаю, что на мясорубке это редко у меня там на видео получалось делать. Но, мне кажется, на подрыве, в каком-нибудь маленьком месте, там, единица D17, день в пленту, кидаешь туда газовую, понимаешь, противник немножко как бы тормозится. Закидываешь туда молотов, а можно вообще одновременно кидать. И вы что думаете, молотов тут же потухнет? Нет, это не сразу происходит. Противник успевает загореться. Молотов-то потом потухнет, газовая граната исчезнет. Но противник-то гореть не перестанет. Это так не работает, короче. Это полная жопа, сука. Это настолько сочно. А я уже прикинул, блин. А если, например, в ту же единицу на D17 один-двое кидают газовую гранату, а ещё пару человек закидывают туда сколочные и прокаченные. В общем, я чувствую, будет очень и очень сочно. Прямо будет на что посмотреть и будет очень много впечатлений и эмоций у людей. Так на хрена они вообще тогда её добавляют? Откуда я знаю, Капитан Очевидец? Зачем они то придумали? Зачем они это придумали? Нравится им экспериментировать? Нет, с одной стороны, оно и неплохо как бы. Ну, ребятки думают, что-то там развиваются. Вот. Но, дорогие лотусы, я вас очень прошу. Ну, вы хорошенько всякие надумаете. Хорошенько надо думать, сука. Ну, тут есть о чём подумать. Тут есть о чём подискутировать, так сказать. Вам надо подумать. Понимаете, я уже не раз говорю, у вас проблема. У вас есть проблема, серьёзно. Как с теми же деталями, с прокачками, с модами. Онлайн как бы выше не становится, знаете, как-то вообще такие у нас звоночки нехорошие пошли. У нас, извините меня, у нас октябрь пошёл, уже как бы, да, уже обнова вышла. А у нас 32 тысячи онлайн, а весной было 38-40. Вот. И вы не забывайте, да, то есть мы это много... Я много вам говорил, что ваши детали, вот это вот пропихивание системы модификаций, именно в таком виде, с таким дефицитом деталей, ну, как бы, ну, это такой хардкор, с одной стороны. А с другой стороны, это просто дичь для игрока шутеров, то, что как бы, ну, немногие вас примут. Вы нет, мы будем делать, мы будем. Мы всё равно сделаем. Это не обсуждается. Ребята, если это не обсуждается, если вас устраивает такое развитие нашего проекта, я могу сказать вам только одно. Просто продолжайте. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...